доброе утречка так фоном поставлю аккуратно себе вам наверно не слышно привет привет всем привет ну что сейчас буду кипятить много-много воды и мыть голову вчера мне сил хватило только это самой помыть голову уже не успел помыть сейчас налью кофе, а где мы? сейчас я как ваше настроение? привет 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 у вас тоже нет воды горячей? нет да отключили на 2 недели сейчас уже неделька осталась вот мучаюсь ну все у меня подружка у нее кстати сегодня день рождения Викуля с днем рождения если ты тут поздравляю вот у меня подружка прилетела вот так что я буду к ней теперь ходить мыться я надеюсь Вика ты еще конечно об этом не знаешь но как бы имей ввиду мне помыться она просто в коттедже живет ну в частном доме и у них логично то что воду-то не отключают класс у нас уже включили везет вам зачем мучиться если можно повесить боли доброе утро из германии здрасте здрасте когда смотрю ваш эфир все супер спасибо наконец-то я попала к вам в эфир здрасте алиберш доброе утро и отличного настроения вам тоже у нас бойлер есть вам везет как ты себе настроение поднимаешь при стрессах ну слушайте стресс стрессу рознь да как бы есть моменты когда смысла нету поднимать настроение нужно просто оставить человека в покое наедине с самим собой он как-то это все сам переживет и потом уже с хорошим настроением более-менее с хорошим настроением начнет выходить в общество как бы искусственно не надо этого делать в цирк водить в кино там или еще что-то у человека просто ну вообще башка пухнет вот а вообще вообще я говорю самое оптимальное поднятие настроения это просто его не ронять постоянно на таком знаете лайтовом подъемчике нужно находиться постоянно да там не знаю шла шла там уронила чашку разбила чашку на счастье же это ну на счастье даже если это любимая чашка значит на большое великое любимое счастье какое-то вот и не надо прочитать там с ума сходить и говорить ой ну все что же такое моя любимая чашечка где же я теперь такую себе закажу так здравствуйте с абакана здравствуйте вам из питера привет 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 из казахстана либе здравствуйте приветик шикарный наряд да мне тоже нравится очень удобненький такой вот либерж это я у меня все хорошо ой драки драки либерж ты сделала прививку да я сделала прививку вот шестого я иду делать повторную прививку вот вот как-то так ребятки доброе утро отличного дня благодарю вам тоже либеж без комментариев да или нет да либеж тебе привет от а здравствуйте да лера и сун сунат да я забываю постоянно вот сунат да лера запомнила сунат забывай имя так доброе утро либе как всегда ты чего чего ка каша не поняла так замечательный дня и настроение красотка красотка пижама класс нравится доброе утро отличное настроение благодарю вот как тут должно быть плохое настроение ребят если вы мне столько желаете хорошего и доброго ну конечно же у меня душенька то радуется доброе утро доброе это ты каждый день отвечаешь про прививку ну каждый день задает вопрос каждый день отвечает ну конечно ребят все переживают за своих родных близких как бы делать не делать все в таком замешательстве ну это логично вот сейчас я быстро кофеёк себе сделаю и к вам вернусь так ты суперская девушка спасибо когда рум-тур о господи я голову не могу помыть блин вы про рум-тур так кофеёк 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 чтобы спеть вам такого хорошего чтобы на весь день зарядилась чтобы в голову ничего не лезет погибнуть и 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 лучше подарок это деньги это сто процентов согласитесь да ребят привет ли ты еще бегаешь по утрам нет могла бы конечно сейчас сказать ребят ну конечно я уже как полтора года каждое утро просыпаюсь и бегу вне зависимости где я как я у меня нету пробелов в этом плане вот я недавно вот я недавно ездила в уфе и там я тоже бегала с утра до ночи и даже даже и ехала полтора суток на поезде я по поезду бегала с утра просыпалась уже длинный туда-сюда нет ну чё смеяться все давайте делайте себе кофе будем общаться сейчас так пошла тоже кофе сварю так захотелось давайте я всегда дарю деньгами да вот я тоже ребят ну как бы все-таки еврейские корни они дают о себе знать и я четко понимаю то что человек никто не сделает лучший подарок чем ты сам себе и вот и и всем друзьям имейте ввиду никто не сделает лучший подарок чем человек сам себе в рамочку понимаете да вот 17 декабря у меня день рождения откуда у тебя такой бокал подарили на вечеринке тнт чашка доброе утро ты какой кофе пьешь но вообще у меня есть заварной кофе да который нужно варить вот очень вкусный очень вкусный очень крутой он видите у меня коробочки сзади вот они разных вкусов там вообще лесной орех есть 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 даже да чё там только нету ирландский крем очень вкусно а так я сейчас сделала себе просто растворимый тут кофе я обычно когда гости приходят им варю ну и себе тоже меня зовут милан ответь пожалуйста на что ответить а что вы написали а вот меня зовут милан передай пожалуйста привет меня зовут милан ответь пожалуйста ответить на что привет передай пожалуйста привет у меня 10 декабря днюшка о стрелец здрасте ой так тихо только не о гороскопе сегодня гороскопа не будет ой давайте ушки надену вот дратуги так кошечка хорошо кушает сразу же видно дратуги ну ничего у меня так потихоньку вес уходит уходит так у меня 29 декабря козерог вы так у меня 8 декабря стрелец привет передай привет да передала же я уже ребеж губы чуть подкачала нет нет не накачивала я губы абсолютно себе ничего ничего не делала с губами у меня единственное какие процедуры были у моего этого косметолога у алии это витамины для цвета чтобы губы были план уже все прошло видите они уже не такие розовенькие как после витамина когда уколы делаешь вот в губке они потом достаточно долгое время можно просто блеском красить губы а цвет насыщенный как будто ну не знаю как будто долго-долго целовалась вот 17 августа лев до августа же лев лев я поймала твое смеюсь смеюсь говорим дратуги знаете это когда а вы не ждали а мы вернулись дратуги что-то типа этого ой не могу кто ты кто вы представьтесь пожалуйста плохой прямой эфир пока ну вот видите привет передавала 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 человек вот сказал что плохой прямой эфир и пока ну до свидания так сказать привет и дальше передавайте Когда ты уже будешь долго-долго целоваться Да Ой, надеюсь, скоро привет С Белоруссии, здравствуйте Для политики помогли? Да Да, конечно, конечно Так, всем доброе утречко Здравствуйте, 21 декабря У меня день рождения, поздравляю вас Ну, заранее, видимо А у меня 18 ноября, ноябрь Скорпион, да? Зая, сохрани эфир, хорошо У 5 июля Июнь, июль, рак Раковый, да? Липтый кофе с молоком Да, любишь, да, люблю с молоком С молоком, со сливками, со сгущенным молоком Неважно, но люблю с молоком Как дела, как настроение? Благодарю, все хорошо Ты давно без отношений Ребят Вот смотрите Что для вас отношения? Это интим, да? Наверное, да? Ну, это полноценные отношения, когда есть интим Без интима я давно Но без внимания я не остаюсь никогда Внимание есть всегда Вот, я могу вам так сказать Просто для меня Не, 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 как сказать Не берите пример с меня Неправильное слово хотела сказать Не думайте то, что у меня что-то плохо там Или, ну, я как-то Просто я немножечко по-другому отношусь к сексу Вообще, к интиму, к отношению Как бы Более Ну, не знаю я, как это объяснить Не знаю Вот Либерш, моя мама тебя просто обожает Передай ей, пожалуйста, привет Ее зовут Надежда Владимировна Надежда Владимировна Елена Беляева Это ваша дочка Если вы знаете Елена Беляева передает вам огромнейший привет И я вам передаю огромнейший привет Она вас любит Это сто процентов Вот она что пишет Видите, даже в прямом эфире в моем Она про вас Так Почему не сложились последние отношения? Не спрашивайте лучше А то сейчас меня понесет Ты красотка, супер девушка У тебя душа красивая Я тебя люблю Спасибо большое Чем вчера занималась? Ела суши Хуй, я такая, короче, это Как можно сказать? Вот Скажите мне, пожалуйста, девочки Вот сейчас я вам объясню Почему у меня дело не доходит До секса? Как мне кажется Как мне кажется Секс это такая Закрепительная печать Все Вот теперь Как бы Начинаем Отношения Правильно? Ну вот это Мне так кажется Что все Как бы девочка Четко поняла Да Вот из всех своих ухажеров Она определилась И выбрала Того С кем она действительно хочет Попробовать Построить отношения Да Ну вот Хоть чуть-чуть Хоть как-то Да Ну вот Во всяком случае Ну вот она Сделала свой выбор До секса Я имею право Рассматривать еще Другие кандидатуры Или может я не права Девчата Можете меня поправить Там Можете Сказать Что Нет ли Ты ведешь себя Как шаболда Вот Но мне так не кажется Я принимаю ухаживание Со стороны Там Молодых людей Да Там Мужчин Там Не знаю Мы с ними общаемся По телефону Встречаемся Там Ну Приятно проводим время Разговариваем Узнаем Друг друга Да Но без Тактильного контакта Да Как бы Мы пытаемся Ну как бы Присмотреться Друг к другу И не бывает Срока Вот этому Присмотреться Просто не бывает Да Как бы Кому-то достаточно За месяц Понять Что да Это мой человек Все Я прикипела к нему Душой И все А кому-то И года не хватает И двух лет Чтобы определиться И точно понять Ну как бы Два года Это конечно Крутецкий срок Да В принципе Ну у меня Сколько максимально Вот сколько у меня После Вот я с проекта ушла Два года Два года У меня Да Не было Вообще Никаких Отношений Да Вот Но однако Это мне не мешало Ходить на свидания Как бы Принимать цветы Подарки Ну Ты очень правильно Все говоришь Ау Да Конечно Имеешь право Вот Поэтому как бы Я не тороплюсь С этим совсем Просто я знаю себя Я знаю Что если Я мужчину Допустила До Ну доступ к телу Произошел Да Все Я же никуда больше Не смотрю Ни налево Ни направо У меня вот все в нем Я вся в нем А пока Я еще не уверена В Ни в ком Из Тех Кто Мне симпатичен И кому Я симпатична В том Что это все Да Точно То что мне приятно И интересно Общаться Это факт Меня Юля зовут Очень приятно Меня Алиберш Ты Гнобила УВ на проекте Зачем Гнобила Не знаю Если для вас Это гнобежка Вот так Я такой же человек Вот Видите Слушай Ты же от риса Отказалась Вот отказалась А потом согласилась Вот сейчас Опять отказалась Хотя нет У меня еще чуть-чуть Ролл Есть Ну я не знаю На следующий день Можно их есть Нет Я после того отравления Больше не хочу Как-то Я выкину Наверное А вот А вот Я ждала Ты с Рудневым Общаешься Вот Вопрос В студию Так 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 Hello From Молдавия Привет Привет Так Так Привет Из Нижнего Новгорода Здравствуйте Да правильно Правильно Прочитала Привет Спасибо за Смешные Видео Пожалуйста Про год Согласна Год отношений Перед браком Самое то Вот Зачем Зачем Вспоминать Дом 2 То что было На части Согласна Привет Из Актюбинска О здрасте Казахстан Да Актюбинска Это же Актобе Да Она же девочка Так Либис Ваня Хотела бы быть С Ургантом Да Но у него Прекрасная семья Вообще Вот Мне очень нравятся Такие мужчины Как Иван Ургант Но я имею ввиду По характеру Харизме И вообще И Содержанию Вот Либеш Ты красотка Благодарю Привет Из Нижневартовска Здравствуйте Я просто Смотрела Дом 2 Я Я Порадоваться За вас Конечно Не могу Что вы Смотрели Дом 2 Но Поняла Потому что Даже я Не смотрела Дом 2 Мама Гобозова Правда Вешалась На проекте Если Если я Вам Расскажу Правду Я Не знаю Меня Застрелит Наверное Что Там Произошло И что Там Было Хотя Сейчас Это Смешно Тогда Тогда Нам Было Вообще Не Смешно Вообще Не до Смеха От слова Совсем Понимаете Вот Доброе утро Либеш Хорошего Дня Тебе И всем Так Спасибо А мы С мужем Начали Встречаться Когда Нам Было 27 лет 5 лет Простречались Очень Хорошо Молодцы Ты Сколько Там Была На Проекте Так Около 4 лет USA Как Сложилась Судьба Руднева Общаетесь А ты Красотка Вот За Красотку Спасибо А Про Судьбу Руднева Мне Известно Ровным Счетом То же Самое Что И вам Всем Я Не Слежу За Нем Что Что Только Мама Габузова Про это Не Делала Ну Что У нас Сегодня Еще Один Мамский День Что Ли Вчера Про Ирину Александровну Пол Эфира Посвятили Сегодня Ольге Васильевне Что Ли Ваня Женат Ли Я Не Знаю Я Не Слежу За Ними Девочки Миленькие Мои И Вам Не Советую За Бывшими Следить Выслеживать Их По Соц Сетям Не Знаю По Этим Ну Серьезно Вы Так Живете Вот У вас Бывший Да Как Все Да И Вы Отслеживаете Его Жизнь Серьезно Если Я Сейчас У вас Про Бывшего Спрошу Вы Мне Ответите Чем Он Занят Чем Он Занимается Че Он Делает И Как Его Судьба Сложилась Если Так То Мне Вас Жаль Честно Не Не Делайте Этого Вы Чего Прикалывайте Что Ли У вас Своя Жизнь Все Что Было То Прошло Ты Будешь Хорошей Мамой Ой Вот Это У меня Один Из Страхов Стать Первое Это Плохой Мамой Второе Это Вообще Не Стать Мамой И Третье Это Ой Не Знаю Ну Третье Я Даже Не Знаю Ну Я Не Знаю Вся Бывает Ну Вот А И Третье Стать Плохой Мамой Из-за Папы Понимаете Если Я Выберу Себ Какого Нибудь У Шлепана Просто Вообще Конченого Да От него Забеременею Вот Я Честно Для Меня Это Страх Вот Честно Я Не Из-за Себя Переживаю Я За Детей Переживаю Что Если Перед Глазами У Детей Будет Чмошник Какой То Знаете Вот И Они Будут Расти Вот С Ты Ты Молодец Мысль Материально Думаю О Хорошем Хорошо Думаю О Хорошем Ой Почему Я Об Этим Подумываю Ладно Слава богу Глуши Я Хотела Второго Ребенка Для Себя Нет Зачем Не Хочешь Для Себя Ну Что Значит Для Себя Ну Это Жене Попугай Завести Ребят Одно Время Хотела Сделать Эко Родить Для Себя Да У меня Были Такие Моменты Да Но Опять Таки Это Все На Эмоциях Было Когда Ты Вокруг Смотришь У тебя Друзья Разводятся Дети Плачут Там Не знаю Все Скандали У всех Депрессия Там Чуть ли не До Самоубийства Дело Доходит Да И Я Просто Про себя Подумала Блин Может быть Действительно Родить Для себя И Воспитать А потом Я Подумала А с чего Бы это Почему Я Изначально Лишаю Своего Ребенка Полноценной Семьи С самого Начала Даже Не попробовав Понимаете Просто Даже Не попробовав Создать Свою Полноценную Как бы Ну Значит Я Мои Родители Всю Жизнь Делали Все Для того Чтобы Я была Счастлива Чтобы Я видела Папу Маму Они Проходили Все Трудности Они Сохранили Семью Невзирая Ни на что Не поломали Мне психику Да Ну Как бы Они Все Сделали Для того Чтобы У меня Был Достойный Пример Перед Глазами Модель Построения Отношений Так Как По идее Нужно Жить И Я Так Посидела А Не Моему Ребенку Это Не Не Будет Мама И Достаточно А Папа А Еще Хуже Ну Благо Как бы Я Не Не Особо Распыляюсь Там Знаете Отношения Раз в пятилетку У меня Появляются И Уже Счастье Вот А мамульки Которые Постоянно Разных Мужиков К себе Домой Вот это Вот Карусель Карусель Кто успел Тот и сель Вот такой У нас Вот карусель Да И что У ребенка Простите Это как В Негрозижном Централу Кто смотрел Когда Там Миллион Пятьдесят Восемь Детей Там Сколько Там Пятнадцать Восемнадцать Детей У Ташики Было Там Мамашка Которая Рожала От всех Подряд На районе Вот И она Поворачивается К своим Детям У нее Там Целый Класс Можно Сказать Сидит На скамеечке И она Так А к ней Любовник Очередной Пришел Так Детишки Что Нужно Сказать Незнакомому Дяде Незнакомому Дяде И все Дети Хором Ты Наш Папа Он Вздрогнул Ну Как бы Это Куда У тебя Замечательные Родители Благодарю У тебя Прекрасные Благодарю Не скучаешь По дружбе С Элиной Нет Я Очень рада Что на проекте Все это Вылезло Нутро Потому что За периметром Она бы еще Очень Долго Пользовалась Моей Моей Дружбы Правильно Рассуждаешь Нарожают Бедные Да Детей Бедные Благодарю Благодарю Это Ответь Пожалуйста На мой вопрос Задайте вопрос Я же смотрела Недавно Серию Про Наталью Кого Ты всегда правильно Говоришь Умняшка Так у тебя Блин Я не успеваю читать У тебя Папа Лояльный И подстраивается Под твою маму Ты Чего Ты никогда Не будешь Прислушиваться К мужчине Да конечно Да конечно Папа У меня Подстраивается Под маму Это у меня мама Всю жизнь Блин Как это Вокруг Жильберчик 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 Вы что Вы многого не знаете У меня У папы Сила характера Такая Что позавидует Не знаю Армия Сила духа Моему папе Кричать никогда Не приходилось Вы поймите Он не повышает Голос Ему достаточно Посмотреть В нашу сторону Чтобы мы Обе Заткнулись Мы Стараемся Не доводить До этого Взгляда Понимаете Но Иногда Бывает Что-то мы С мамой Между собой Пофыркаемся Накосячим Или еще что-то Папа Когда устает Он просто Разворачивается Он может Сделать так Если он читает Книгу Он просто Громко Книжку Закроет И тем самым Мы поймем С мамой Рты Позакрывали Обе И все Так Расскажи Пожалуйста Есть крестные Дети Нет Нет Расскажи Пожалуйста Как избавиться От такой дружбы Моя подруга Вечно Пользуется Моей дружбой А потом Да Чего А потом Да Это уже столько лет Вместе И т.д. Устала От такого Отношения И от Этого Очень тяжело Если вы до сих пор Прощаете И до сих пор Общаетесь Как бы Значит В принципе Вы тоже Зависимы От этого общения Я не знаю Я лично Этого не понимаю Люди Когда дружат Использовать Вы поймите В открытую Использовать Да Вы поймите В чем заключается Дружба Да Это Неутаивание Да Не надо Утаивать Что ты хочешь От друга Говори Ему Друг Всегда Поймет Друг На то Он и Друг Как бы Если Тебе Нужно Как вам Объяснить Вот У меня У подруги Заведение Ресторан Да Она Ну как бы Я понимаю Что Любой Ресторан Любой Вообще Бизнес Требует Некой огласки Рекламы Тем более Если Действительно Достойное Заведение Вот Мне Лично Другу Не сложно Например Сделать Некую Рекламу Или Рассказать Об этом Ресторане Своим Друзьям Знакомым Мне Не сложно Это сделать Есть Вот Такое Заведение В котором Можно Сделать Банкет И Сделают Все на уровне Потому что Я знаю Что Сделают Все на уровне И Это Не сложно И Я не считаю Что Это Пользуется Например Мною Это Разве Ну Пользуется Нет Не пользуется Я Сама Как бы На это Иду Потому что Я могу Это Сделать Вот А вот Если бы Как сказать Ну Я не знаю Да Как Вот Можно Вот Этот Момент Расценить Как Вот Может Друг Например Использовать Тебя Без Твоей Воли Я Не понимаю Этого Просто Ну Не знаю Вы Так Додружитесь Что Она Потом Окажется В постели С вашим Мужчиной А потом Скажет Ну Блин Мы же Столько лет Вместе Ну Как бы Дружим Ну Как бы Ну Что Бывает Неужели Ты из-за Одного Перепихона Многолетнюю Дружбу Разрушишь Ну Неужели Это прикольно Ребят Вы что Прикалываетесь Что Гнать Гнать Нужно Саным Веником Таких Подальше Вы чего Либо Начните Пользоваться Ей Вот что Я никогда Не умела Кстати Пользоваться Людьми Вообще Красотка Чего Аршавин Барановская Привет им Передавать Я не знаю Что у них Там Вот о чем Я и писала Привет Привет Ужас Ужас Ой Какая полезная Информация Либерж говорит Видела Шпаг Застрял Вот Просто вдумайте Вот Ну мне так смешно Вообще Я не могу Либ Видела Видела Слышала Шпаг Застрял В аэропорту Киева Его не выпускают В страну Сидит В аэропорту Что делать Спасать Что сделать Спасать Берем билет До Киева Сидим вместе с ним Потом там В аэропорту Он потому что Фрик А я потому что Черный В Украине Странные понятия Мне кажется Там Ну у кого Я Фиг его знает Блин Украине Потом еще Скажут Что Ты Русская Сто процентов Поддельный Паспорт Ты рожу Свою Видела Нет Ты рожу Свою Видела Нет Какой И депортирует Меня еще В Африку Потом Как я выбираться Оттуда Буду А им не объяснишь Они решат И все Привет из Якутии Мы тебя любим Я вас тоже Обожаю Якутию И В частности Якутские бриллианты Да побольше Да побольше Лети в Киев И выручай его Ага Точно Да Замечательно Да Они же с матерью Остались Как раз таки Мне вот туда Осталось Представляете Лебеш Со шпаком Ой мой бог Ой мой бог И вы мне тогда хором скажете Верни Ваню Руднева Кого угодно Только не это Либо Жош У тебя рука не болела После прививки Конечно болела Да Прививка сама не болезненная Потом уже со временем Там через часик Где-то когда расходиться Начинает Да Побаливала Ну недолго День-два По-моему и разошлось Ну народ Просто написала Про шпак А вы поднимаете бучу Да успокойтесь Мы просто прикалываемся Ну серьезно Вы так Просто Смотрите Столько вопросов 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 Да По теме было Там родители Дети Там еще что-то И тут бац Шпак просто вылез Поэтому такое Недоумение Немножечко У людей Вы не думайте То что мы как-то там Ну прикалываемся Или еще что-то Мы больше прикалываемся Над самими Собями Просто поржали Да Третий эфир Пытаюсь все Все задать вопрос Почему ты От риса Отказалась Смотрите Для похудания И чтобы организм Привести более-менее В порядок свой Да Нужно отказаться От пяти Правильно Ингредиентов Да Правильно Пяти Все уже Так Ладно Это рис Это картошка Это мучное Это спагетти И это сладкое Вот это вот все Исключайте И Будете худеть Так Ну еще конечно же Вспомогательные капсулы Так С Черкасовым общаешься Ну мы как бы На лате очень Вот Кристинка Когда открывала Салон красоты Я к ней ездила Вот Это В том году По-моему Да В том году Летом Да Или нет Не летом Или зимой Все не помню уже Вот Ну так У них Ну особо у нас Точек соприкосновений То нету никаких Да Как бы С Черкасовым Мы особо и друзьями То не были никогда Вы помните Прекрасно Да Как мы общались На проекте Вот А так Как бы Кристинка Ну вроде нормально Адекватная девчонка Вот С Черкасовым общаюсь Так Почему отказалась Почему отказалась Так Так Не-не-не Плов сегодня Будем делать Но опять-таки Видите Мне сейчас нужно Помыть голову Себя в порядок Привести Это получается Сходить в магазин Купить все На плов Сделать плов Сделать плов И если подружайка У меня будет Праздновать День рождения Еще собраться На день рождения По полной программе Да ему Ногти Отрезать надо Мужиком стать Господи Вы все про шпака Что ли Яички Что яички Что яички Боже Я выпала Из вашего общения А мясо кушаешь Конечно кушаю Конечно Я же хищник Вот А хлеб Жирный Что за бред Ничего не поняла Привет Сахалина Здравствуйте Встала В 5 утра Сейчас на работе Встала В 5 утра Сейчас на работе Обед Надела 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 наушники И легла Комментировать Кемарнуть Под твой разговор Кемарнуть Я думала Прокомментировать Раньше на проекте Камила была Сейчас нет Ее инсты Камила Коробейникова Да Это та девочка Которая Вообще устраивала Аджарию Которая с Рудневым Улетела На этот На Сейшелы Которая Многим Одна из немногих Кто Спустя Столько лет Написал Написал мне В директ И попросил Прощения Одна из немногих Да Как бы Ну вот С кем Руднев Там Чпокался Трахался Пока у нас Бракоразводный Процесс шел За все оскорбления В мою сторону За то За пятое За десятое За гнобежку В момент развода И не только В момент развода За вот такие Неприятные Моменты Которые Допустил Он И его Любовница Там я уж Не знаю Как Ну Баб Кого он чпокал Вот И она Одна из немногих Кто позвонил Ой позвонил Говорю Написал мне В директ Попросил прощения И Сказал следующее Что Либерж Прости меня Пожалуйста За то Что я Вела себя Недостойно Поверь мне Как же она написала Поверь мне Все вернулось Сто кратно В обратную сторону Как бы Всю боль Которую я тебе Причинила Поверь Говорит Мне вернулось Это все Сто кратно Ну как бы Я верю В бумеранг Ну как бы Ей отрикошетило По полной программе Вот И она извинилась Причем извинилась Она в день Святой Ох В какой-то Церковный Праздник В какой-то Церковный Праздник Она прям В этот день Утром Написала Может быть Даже Нет Непрощенное Воскресенье Ну вот Что-то Что-то Так Привет Леберш Классные Классные ушки Спасибо Ребят Ну я не буду Сейчас перечислять Всех С кем спал Женя Пересматривайте Эфиры Прощенное Воскресенье Это я знаю Да Ну по-моему Нет Другой праздник Был Так Леберш Как ты Держишь форму Да особо Не держу Если честно Сейчас курс Вот я говорю Пью капсулу Препарата Чтобы Блокировать Жажду пожирания Сладостей Совесть ее Замучила Значит Не осталась Еще Человечность Знаете Осталась Человечность Когда Судьба Начинает Бить тебя Со всех сторон И ты четко Понимаешь За что Хочешь Не хочешь Да И извинишься И причастишься И исповедуешься И в церковь Побежишь И все Тому подобное А если бы Например Все нормально У нее в жизни Было бы Это плевало бы Мне кажется Шла бы дальше По жизни Легко Спокойно Непринужденно Как бы Ну насрала Насрала в душ Поступила погано Ну поступила погано На ней же Это никак не отразилось Вот как человек думает А вот когда Идет вот именно Рикошет И когда человек Четко понимает За что это Да Осознает Вот тогда И приходит Момент Раскаяния Между прочим Что тебе в тот момент помогало Когда Очень было больно Я уже говорила Это Родители И вы Все У меня больше никого И не было И больше вообще Никого не было Я говорю то что Я даже инстаграм-то не вела Мне не до инстаграма было Единственное что я Изредка Изредка читала Директ Вот Вот И Такого количества Добрых слов Я не слышала Вообще Наверное За За Всю жизнь Вот честно могу сказать И за это я вам Очень благодарен Как бы Я у меня Знаете У меня было на грани Чуть ли не уйти в монастырь Вот Понимаете Да Вот состояние Вот просто Да Как бы Чтобы вот от этого От всего отмыться Мне было так стыдно Вы себе не представляете Вот бывает же Вот Испанский стыд Испанский стыд Это когда ты испытываешь стыд За другого человека Как бы Накосячил кто-то А тебе так стыдно Что ты сквозь землю готов провалиться Вот Я В полной мере Испытала Испанский стыд Вот это вот Прям было Ты сильно его любила что ли Да какой Не сильно я его любила В том то и дело Я То что я допустила Такой позор На всю страну Вот с этим Вот со всем С вот этим вот Всем дерьмищем Которое происходило То что я вообще Допустила это Это его мама Вечно Разговоры только о деньгах О либерже А вот ювелирку А вот тебе родители Это все открыли А моя доля где А я что буду там делать А мне что там положено Вы понимаете Да что это вот это вот Все вот В кучу Плюс еще Измена На измене Вот это все Причем Такая грязь И еще вокруг все Да ладно Прости его Да прости Да вы сойдетесь Вы понимаете Да я и так Я и так тону В этом во всем Да я не могу Разгребсти И тут еще А мне подливают Каждый раз Прям ведрами Дерьмину Просто вот это вот Все А ты булькаешь Так унижать парня На всю страну Да где же я его унижала Ребятки Посмотрите первые эфиры Когда он только-только Пришел Ему даже Ксюша Сказала Уже после свадьбы По-моему Да после свадьбы Когда он начал Говорить Типа Да я Да я Там такой куртой И Ксюша ему говорит Женя Неужели ты не понимаешь Ты плюс один Если бы не Либерш Тебя бы уже давным-давно Не было здесь На проекте Он говорит В смысле Ты считаешь Что меня Либерш сделала Она говорит Да Он говорит Ты считаешь Я Без Либерш Здесь не Яркий персонаж Ксюша говорит Нет Вспомни Говорит Как об тебя Таня Ахулкова Вытирала ноги Говорила Какой ты стрёмный Беспонтовый Бесхребетный Чмошник Как только Как только Его не уничтожали Потом Происходит измена Я Иду подавать На развод Кристина Дерябина Дальше его начинает Когда я отошла в сторону Его начинает Уничтожать Вспомните Просто Вы просто Вспомните Это И чмошник И не мужик И Этот Господи Кем только Его Надутый качок Да как только Не оскорбляли И это не я Очнитесь Да нафиг Я говорю То что С ним хоть считаться В коллективе Начали Когда Мы Заселились В городские Квартиры Потому что Для всех Был шок Просто шок Вот серьезно Говорю То что В смысле Мы же Как соседи Жили раньше Просто Как соседи Я аккуратно Начала Его защищать На лобных местах Потому что Он сидел Глазами хлопал Не понимал Что происходит Его угасили Со всех сторон Я говорю Ты что молчишь Ты Говоришь Что нибудь Вот и все Бог отвел Да Я согласна Я согласна Потому что Я бы по жизни Вот так вот За него Потом Жопой рвала Везде На работе В компании Я бы на стрелке С мужиками Наверное ходила Хотя на проекте Так и происходило Руднева оскорбили Ой Это так смешно Было Вообще Вы представьте себе Просто вдумайтесь Да Рустам Калганов Обосрал По полной программе Руднева Руднев психанул Начал кричать Что он уходит С проекта И все остальное Как бы Он не потерпит Таких оскорблений В свою сторону И он уходит С проекта Через какое-то время Ну не через какое-то время В этот же день Вот получается Лобное Да По-моему Лобное было По полной программе Руднева Втоптали Вшатали Там вообще Просто вообще Размазали Мне слова не дали Потому что знали То что логично То что я Смогу ответить Вот И на следующий день Тет-а-тет Как вы думаете Кого с кем Посадили на тет Вы думаете Посадили на тет-а-тет Колганова И Руднева Чтобы они по-мужски Разобрались И выяснили конфликт Нет Посадили на тет Рустама Или Берш И вот тогда Был дуэль Понимаете Да И вот тогда Мы друг друга Как бы Очень в уровень Без оскорблений Особо сильных Да Четенько-четенько Разложили Друг другу Свою позицию И все Очень-очень деликатно Очень дипломатично Да Очень красиво Я вам могу сказать Вот чего не хватает Сейчас на телепроекции Дом-2 Это достойных Врагов Друг другу Да Объясню Вот Что это есть Да Это те С кем Вражда Приносит даже Некое удовольствие В плане того Что Оппонент Да Он В уровень И ты понимаешь Прекрасно Что ну как бы Перед тобой сидит Не идиот Да Привет из Минска Здрасте Зачем Вспомнила Столетней Давности Ребята Вы главное Вспоминаете Вы спрашиваете Про это Я вам отвечаю Сейчас Зачем Ты это вспомнила По мне Так Дом-2 Уже давно Пробил дно Либерш Чокнись Со мной В смысле Так чокнуться Или так Знаете вам ТНТшной кружкой Пуньк Делать там нечего И где он сейчас Я откуда знаю У тебя на лбу На лбу пробиваются Такие милые Кудряшки Очень милые Очень милые Прям Да уж Мои Кудри Мудри Благодарю Так Как Погода У вас Дождь Был Солнца Нет Но Ветра Тоже Нет Привет А ну Джаз модерна Еще Немножечко У нас Жара 43 градуса Ух Сколько Литров Кружка Это кажется Что она Большая Ребята Она обычная Кружка Просто У нее Очень Толстое Дно Вот Такое Вот Где-то Вот Так Вот Понимаете Ну Вот Вот Считай Вот Так И Очень Толстые Стенки Ну Как Там Кофь Немного Привет С Кавказа Привет Лип Ты Похудела Это Это Радует Это Это Да Хорошо У меня Даже Тапки В Цвет Видели Да Синенькие Ля Ля Да Похудела Хорошо Очень Очень Так Так Лип Берш Привет Смоленская область Можно вопрос А ты Работаешь О моей работе Можете все узнать В шапке моего Инстаграма Там все Указано Так 2,5 литра Не поняла Почему ты Брови не сделаешь Потому что Вон на лазерную эпиляцию К себе пойду И сделаю Обещаю Нормально Подкрашу И нормально Пойдет Ты очень красивая Прям очень Лучше не бывает Лебед Что за Что на завтрак Будешь готовить Вот Видите У меня Вот Либо с вами В прямом эфире Посидеть Поболтать Либо завтрак Себе Приготовить Вот я выбираю вас Сейчас с вами договорю Закину стирку Помою голову И уже В принципе Будет Время обеда И я пообедаю А так Маффин давайте Скушаем Хотя я не очень хочу Я не хочу даже Думаешь Пойти Снова На дом 2 Нет Ребят Нет Мы Мы же Я же разговаривала С Шеф-редактором Дома 2 Да Как бы Мы сидели Разговаривали Общались И я пришла К выводу То что Ну мы Вместе пришли К выводу Что я переросла Дом 2 Ну переросла Вот именно Переросла Мне дискутировать Даже там не с кем Понимаете Да как бы Ну вот что Вот Ну представляете Да если там Не знаю Из-за чего там Вот может произойти Конфликт Да Он мне недавно В ленте В инсте Вылезло Это Две какие-то Девочки Выселили Еще какую-то Девочку Из Женской Спальни Собрали Ее вещи В чемодан И Вывезли К общим Воротам Где открываются Типа Давай Съезжай Вот А теперь Вы можете Себе Представить То что Я в женской Спальне Две Какие-то Девочки Собрали Мои вещи И Вывезли К К этому Господи К воротам Типа Съезжай-ка ты С женской Спальней Мы так Решили Вот что Будет Происходить В этот Момент Я вам Даже Больше Скажу Вы представляете Этот Тет А тет Вот этот Вот тет Вы можете Себе Представить Вот эти Две Девочки Которые Сами Не поняли Зачем Они Это все Сделали И я Но мне кажется Там двух вопросов Будет достаточно Им задать По теме Для того Чтобы Ну как бы Они сели на жопу И дальше Что Где развитие Где Где это все Так что Поэтому я говорю Это не прикольно В чем Интерес Вообще Дома 2 Изначально Истории Ситуации И То что Происходит У участников Это все По-настоящему И это Можно Как-то Аргументировать Вы понимаете Да И это Что Самое Главное Вот что Потерял Дом 2 Это Долгоиграющие Истории Я Неоднократно Говорю Долгоиграющая История Она Всегда Гораздо Интереснее Нежели Вспышками Подрались А на лобном месте Примирились Ну и все Вот исчерпан Конфликт Ну и все И не важно То что они Не искренне Вообще Примирились Ребята Вы что Прикалываетесь Вы с утра Бьете друг другу Морду А потом Садитесь На лобное место И за неимением Аргументов По какой причине Вы набили Друг другу Морду Потому что Вы не можете Правильно Грамотно Изъясняться Вы просто Тупо Закрываете Эту тему Дабы Извиниться И просто Все Давайте дальше Жить Идти И кушать Бутерброды Понимаете Момент Измены Флирта Переписки Где трагедия Где драма Я говорю У нас раньше Это просто Кошмар же Какой-то был У нас раньше Вот Если мальчик Не то что Лайкнул кого-то Да Лайкнул Чью-то Левую фотографию С ним месяц Потом Два Три Не разговаривали Ну как бы Недопустимо Это А тут Перепихнулся Съездил там В караоке Не в караоке Вернулся Обратно Она поплакала Ночь А на следующую ночь Уже за балдахином С ним кувыркается Что Вот и вся история И как верить Такие чувства И как верить Такая любовь Такая любовь Какая любовь Не дай бог Если Ну это Это уму Непостижимо Вы вспомните Как Задойнов С Феофилактовой Расходились Это же была Трагедия Пара Которая Сколько Три года Были вместе Три года Три года На проекте Вы поймите Пара Три года На проекте За ними Наблюдает Вся страна И они Расходятся Понимаете Мы Полгода Обсуждали Эту тему Может быть Сойдетесь Может быть Не сойдетесь Потому что Ну мы понимали Что у них Действительно Были чувства Они действительно Были вместе И они действительно Как-то Ну Пытались прийти Там К какой-то Семейности Но не получилось Не получилось Да там Или Там Я не знаю Ну очень Очень много Таких вот Ситуаций Когда Ну не знаю Короче Ребята Я же Говорила Одно Раньше Столько Соцсетей Не было А не В соцсетях Дело Причем Тут соцсети И человеческое отношение Друг к другу У меня сегодня Сыночка Один годик Поздравьте Пожалуйста Демид Его зовут Демидушка Здоровичка Тебе Расти Умным Крепким Сильным Хорошим Порядочным Любящим Сынишкой Демид Красивое имя Какое Привет С Бурятии Здравствуйте Здравствуйте Либерш Когда ты скажешь Про Платформу Аааа Блин Все Никакой день Недели у нас Среда Среда Да Ой так Привет Спасибо Пожалуйста Ребят Как ты Так Либи Как ты Относишься К Насте Балтер 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 Ааа Это Понятно Бойцуха Уфимская Настя Балтер Маленькая Маленькая К сожалению У нее Действие Вперед Голову Много Что есть Сказать Девчонка Симпатичная Молоденькая Совсем Но Очень много Неправильных Мыслей В голове Очень много С одной стороны Много и хороших Я не спорю Да Но Вот Ее Не знаю Как вам Это Объяснить Она Неправильно Выбрала Себе Маяк По жизни Маяк Крутости В ее Жизни Не то Что она Считает Крутым Является Действительно Крутым Понимаете Да Поэтому От этого Она И не может Себе Кстати Молодого Человека Подобрать Потому что Для нее Например Мальчик Айтишник Это Не круто А вот Чувак Кикбоксер Это Круто И Как бы Это я вам К примеру Просто говорю Я не говорю Я не спорю Кикбоксеры Они Прикольные Крутые Спортсмены Все Круто Все здорово И Достойных Много Большинство Я даже Больше скажу Но Просто Не надо Путать Профессиональных Не знаю Как это Объяснить Она В районе В таком Выросла Еще В Уфе Это Один из Самых Криминальных Районов Это Как Гетто И Она К сожалению Так же И живет Как В гетто И Когда Она Из Гетто Попадает В В Среду Где Люди Живут Абсолютно Другими Да Другими Какими-то Не знаю Жизненными Принципами Да У которых Другие цели Другие Мечты Она Выбивается Из этого Из всего И вот На ее месте Ей бы Почаще Наоборот Ей бы Поступить В университет Честно Я могу Сказать Да Первое Время Будет тяжело Потому что Она Будет Как Белая Ворона Вот С этим Совсем Че У нее Мат Перемат Такая Девчуля Типа Крутыха Мне Сейчас Это Смешно Крутыха А я Район Держу Что-то Типа Этого Нужно Выдергивать Себя Из зоны Комфорта И идти Все-таки К тем людям Где все-таки Поправильнее А не Пиво На скамейке Мордобитие В клубах Это ни к чему Как Песни Могилевского Я завелась Остановить Останови Меня Так Ау Так А зачем Тогда Ты Со Стрункиной Травила Феофилактову Стоп Стоп Я Со Стрункиной Травила Феофилактову Ничего Себе Я Вам Расскажу А вы Вспомните Ситуацию Что это Было Во-первых Саша Задойнов Мой Ну Товарищ Я назову его Так Вот И то Как Получается Они Расстались С Задойновым Она Начала Встречаться С Гусевым Вернее Она Можно Сказать У Оксаны Из-под Носа Вместе С Дашей Гусева Выкрали Ну Будем Откровенны Да Оксана С Гусевым Начинала Общаться Вот И в один Прекрасный Момент Ночью Даша Пынзель Пригласила Антона Или Сережа Я уж не помню Подошел Так по-мужски Я уж не помню Или Даша Подошла К Антону А они тогда Уже с Оксанкой Мутили Со стройками Пригласили Антона За периметр Пригласили Антона Ну старая схема Господи Я вчера вам рассказывала Как Ирина Агибалова Забрала Павла Марсо За периметр По ушам Проехались Вот И все Как бы Вот Вот так Вот И в этот раз Вот Ну Даша С Женей Антона Пригласили За периметр Что уж там было Что у них там Произошло Что на следующий же день На следующий день После того Как они там Вернулись На следующий день Гусев сел на лобное место И сказал Нет Я не буду с Оксаной Мне нравится Женя За одну ночь И вот Что Как бы Я говорила Четко по факту Как бы У ребят Отношения Как бы И туда Вероломно Вторглись Давай любимую тему Гороскоп Нет 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 Только не гороскоп Так Оксана Но Гусев Оксана Не нравилось Он ей постоянно Об этом Говорит Как это не нравилось Лизались Сосались По углам Везде Как это не нравилось Ой Ребят Балтер Сейчас Второй женой Будет у Чеченца Вы что Прикалываетесь Что ли Хотя я не удивлюсь Либерш Не будешь Не будешь Больше блондиночку Краситься Не знаю Может быть И буду Он говорил Если она родит Это фу Зачем тогда Говорить Такого Что Гусев Такое Сказал Вы что Прикалываетесь Что ли Я не знаю Откуда вы Это берете Все Я жила Ну ребят Ну из первых Услышите А пожалуйста Я жила В этот момент На проекте Это все У меня На глазах Происходило Если вам Не показывали Как они Целуются И лобызаются По ночам По вечерам По утрам Ну как бы Это Значит не показали Значит не надо Было вам Это показывать Да как бы Вот Значит нужно Было вот так Вот Фу В смысле Если я Так Начнем с того Что они Не спали Оксана И Гусев У них секса Интима Не было Понимаете О чем Я вам говорю Они целовались Обнимались Там легкий Пейтинг Может быть Да Но секса У них Не было И с Дашей Женей Поругалась Или Даша Женей Поругалась Ребят Здесь палка От двух концов Не бывает Виноват Виноват Одного Человека Но Феофилактова Не призналась Что ей Бумеранг Вернулся И Романец Увела Гусева Я не знаю Бумеранг Не бумеранг Но как мне кажется Как бы Феофилактова Даже обрадовалась Тому моменту Что Романец Романец Увела Гусева Мне почему-то Так кажется Вот Почему Даша С Женей Не общаются Не хочу Даже касаться Этой темы Привет Ты классная Вот вам И великая Женская дружба Да 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 Именно так Даша Правда Вся такая Идеальная Как Показывают Без комментариев Не хочу Ничего Говорить Они очень Долго Шли К Вот этому Идеальному Миру Своему Ты бешь У тебя была Депрессия Когда-нибудь И как ты С ней Справлялся Конечно Была Естественно У меня Частенько Бывают Депрессухи Как я с ними Справлялась Я с ними Подружилась Я с ними Подружилась Вот и все Нет Если честно Да Это Как Чтобы не Стрессовать А стресс У нас обычно Появляется Из-за Большого Количества Проблем Нужно Научиться Любить Проблемы Объясню Именно В момент Когда у Человека Проблемы Проблемы Прям Именно В этот Момент Человек Начинает Развиваться Понимаете Да Он Начинает Мыслить Глобально Он Начинает Искать Выходы Из ситуации Сложившейся Он Начинает Преодолевать Сложности И тем самым Он становится Сильнее Так вот Я вам могу Сказать Что любые Проблемы Которые В нашей Жизни Их Просто Нужно Полюбить И научиться Справляться С ними И тогда Депрессии Не будет Понимаете Пришла проблема Так Все Еще одно Испытание Я смогу Я справлюсь Я стану Сильнее Я исправлю Я сделаю Так Я сделаю Стяк Включайте Голову И Решайте В конце Концов Свои проблемы Зато Когда вы Решите Эту Проблему Вы Внутри Внутри Даже Почувствуете Такое Вот Знаете Облегчение И момент Блин Какая Я все Так Молодец Из Такой Жопы Вылезла Кайф Вот Привет Из Армении Здравствуйте У каждого Есть свои Недостатки А вы Кто По нации Русская Я Что Такая Тайна Из-за чего Они Что За Такая Тайна Из-за чего Они Поссорили Что Никто Не Хочет Об Этому Говорить Ну Смотрите Ни Одна Не Хочет Об Этому Говорить Ни Вторая Не Хочет Об Этому Говорить Это Говорит О чем Что У Обеих Рыльца В Пушку Потому Что Человек Который Четко Прав И Он Знает Свою Правоту Как бы Мне кажется Он бы С легкостью Говорил О ней А тут Ни Одна Ни Вторая Не Говорит Умалчивают Значит Ни Одно Ни Второй Не Выгодно Об Этому Говорит Так Лип Привет Ты Не Поняла Липер Так Липер Приходи На проект Там Все Равно Одни Старички Почти Вернется Тут Прошлый Дом Два Дважды В одну Реку Не войти Это Я Поняла Когда Во второй Раз Пришла На проект Русская Не Похоже А Кто Сейчас На Русских Похож Что Я Не Особо Тут Вижу Некрашенных Натуральных Да Блондиночек Голубоглазеньких Натуральных Я вам не говорю Про краску Вот Выйти на улицу Где Ау Ау Ален Иван Вы Где Привет Привет из Крыма Здрасте Я бы Хотела Чтобы Что Губки Накачал Да не накачивала Я себе Губы Объем Кружки Да Она Кажется Большой Нинечка Красотка Золота Так 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 Знаешь Ксюшу Задойну Не знаю Кто Это Я тоже Наполовину Азер Азер Зачем так Наполовину Азербайджанка Да Но русская Ну вот и все Вот мы все русские Говорю же Почему сейчас Талантливых Артистов Не Продвигают Сейчас Продвижение Идет В Другом направлении Что готовить будешь Ну мы же плохо сегодня хотели делать Как вчерашний Не поняла Как относишься к девушке Глеба Жемчугова Я уже написала свое мнение По поводу ее Мама По поводу девочки Я говорю Этой девочке Не повезло с мамочкой Вот Вот Что я могу сказать Потому что В эту девочку Мамулечка Не вложила Ровным счетом Ничего Потому что Мамочка Сама пустая Как я не знаю что Просто пустота Я не знаю Это просто какой-то Это трэш Это просто какой-то трэш Неудивительно Что ребенок вырос Вот это вот все Мама У нее Минимальнейший Словарный запас Она не может Даже конструктивно Изложить свою мысль Вы поймите Взрослый человек У нее Просто какая-то Каша в башке Озабоченная Как я говорю Ну узколобая Узкомыслящая Ограниченная Не знаю Я не знаю Просто ужас какой-то Вы понимаете Да И вот она Как-то Как-то вот этим Своим Орешком Вот который Вот здесь Родила Ребенка И вот то что получилось То и получилось Как бы неудивительно Неудивительно Мне жалко девочку Хотя я понимаю Что и в три года Ребенок уже понимает Что такое хорошо Что такое плохо Да как бы Объяснять особо сильно Не надо И как бы Уж в 18 лет Человек должен одуплять Что вот это плохо Вот так вот Вести себя нельзя Это неприлично Ну как бы Но момент в другом Что с такой мамулей Которая рядом У нее же даже совет Не попросить С такой мамой Врагов не надо Я вам серьезно говорю Потому что Мама сделает все Уже сделала все Для того чтобы Вот то что происходит Происходило И это будет по жизни Все Всегда Уже не исправить ее Привет солнышко Здравствуйте Ждем Рецепт в комментариях Плова Хорошо Это ты про кого Про вот это вот С кем Жемчугов встречается Про эту девочку И вот ее маман Маман все Это все Это трэш Я говорю Она переплюнула Многих мам на проекте Переплюнула В нехорошем Смысле этого слова Бежать ей надо От Глеба Ребят Не в Глебе дело Вот честно Помимо Глеба Появится еще Другой Поверьте Судя по воспитанию Там будет еще Таких Глебов Мама не горюй О Мама ее Не горюй Там и по маме Видно И по девочке Видно Что все Там Не знаю Не удивлюсь Если они Не знаю Скоро на пару Будут Работать Помните Как эти Фильм Как же Аферистки По моему Назывался Фильм Такой Достаточно Старый Не помню Кто играл Ну вернее Актрисы Это известные Просто я не могу Вспомнить Как зовут Где мама С дочкой Разводили Богатых Мужиков На пару Заключали Эти Господи Договоры Да Брачные Вот И ловили Ну подставляя Мужчин Ловили их На измене И тем самым Как бы Отсуживали У них Очень крупные Суммы Денег Да Там например Мама Ну они Естественно Мама вышла Замуж За какого Нибудь Богатого Чувака Вот Причем Показывали Все досконально Как им Противно Было С ними Спать Как Как им Приходилось Там Извините Под стол Лезть Делать Вот эти Вот дела Сами Чуть ли Не Вот это Вот Все Знаете Вот Но деньги У них Не пахнут Вот И И Получается Вот В процессе Как бы Появлялась Вдруг Откуда Ни возьмись Либо Дочка Либо Мама В зависимости От того Кто Свадьбу Сыграл Да И Начинала Обхаживать Жениха Мужа Естественно Так как Обе Привлекательные Обе симпатичные Да Вот Мужчина В большинстве случаев Своих Не удерживался И Спал Еще и С дочкой Понимаете Вот Спал еще А Сердцеедки Да 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 Сердцеедки Точно Точно Да Да Спал еще И с дочкой И тут Случайно Якобы Заходит Его супруга Естественно Мама Дочка Ну а вот Ну что я вам Пересказываю Вот Вот я говорю Схема Схема Вообще Прекрасная Схема Только Единственное Что Эти Сердцеедки Они Крутились Возле Бомонда Возле Действительно Нереально Богатых Чуваков Понимаете Действительно У которых Многомиллионные Состояния Да И они Шли на Аферу Такую На Масштабно Глобальную А здесь Здесь Я не думаю Что там Клюнет Какой-то Миллионер Миллиардер На кого-то Из них Хотя Маму Эта мысль До сих пор Не покидает Я больше чем Уверена Найти что-то Это не мое А мое Это Ну вон тот Вот Престарелый Мужчина С капельницей На Собственной Яхте Вот мне кажется Подойдет Понимаете И вот это Будет ее Ты хочешь Богатого Мужа Ребят Очень сложно Встречаться С очень Богатым Мужчиной Поверьте Мне За мной Ухаживали И как бы Это Очень Проблематично Это Нужно Своё Я Засунуть Так Глубоко К себе В одно Место Потому что Очень Обеспеченный Мужчина Который Добился Всего Сам Не Мажорик А который Именно Добился Всего Сам Запомните Раз и навсегда Вы всегда У него Будете На Втором Месте Если Не на Третьем Или на Четвертом Если Вы готовы К этому Пожалуйста Если Не готовы Тогда Ищите Себе Обеспеченного Но Не Не За Чтобы Не За Облачно Вот Это Вот Все Было Привет Братин Лебеж Так Жалко Что Бродина Разводится Мне Тоже Нарезки В инстаграм Вы же Мне Кидайте Я Смотрю Это Про Кого Привет Передай Привет Юле Здрасте Что Что С тобой Что Со Мною Лебеж Ну Их Да А Ты Какого Мужа Хочешь Я Представляю Как Мама Как Мама Ждала Уже 18 Лет Своей Дочке Понимаете Она Просто Ждала Я Не Удивлюсь Если Она Сама Заявки Отправляла Еще Пока Это Мелкая Мелкая Была Заявки На Дом 2 Типа Возьмите Меня Возьмите Меня Возьмите Меня Видимо Отказ 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 Логично По какой Причине И тут Бац Наконец-то Дочке Исполнилось 18 Иди на Дом 2 Я с тобой Ты общаешься Со старичками С дома 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 Конечно Общаюсь Лебеж Приветик Здравствуйте Лебеж Почему так Может же Парень Быть Обеспеченный И при этом Будет Уважать Свою Девушку Ребята Обеспеченный И миллиардер Это две Разные Вещи Понимаете Вот Обеспеченный Парень Да Да Почему нет Обеспеченный Мужчина У которого Своё дело Своё развитие Он не зависит Ни от кого Он прекрасно Себя чувствует Уверенно Стоит на ногах Это одно дело Я вам говорю Про миллиардеров Понимаете Ну что Ольгу Бузову Выкинули С Дома 2 Как вообще Нет Ольгу Бузову Никто никуда Не выкидывал Ольга Бузова Отказалась Вести Телепроект Дом 2 На канале Ю Потому что На ТНТ Ей сделали Более выгодное Как ей показалось На тот момент Предложение Это Это вот так Поэтому Она отказалась От Дома 2 И Осталась На канале ТНТ Вот Это все Африкантова Татьяна Владимировна Тоже подкладывает Марину Под других мужиков Говорит Капаклы Просто для камеры Господи Вот еще одна Маман С такой Маман Тоже врагов Не надо Вот Это просто Это же Идиотизм Какой-то Мама Африкант Это вообще Отдельная история Я говорю А я только Я второй раз Получается Пришла На проект Да Второй раз По-моему Я пришла на проект По-моему Да По-моему Да Я второй раз Пришла на проект И Да Я когда С бревна Чуть не упала На лобном месте Когда Татьяна Владимировна Начала Рассказывать Про Марину Марина Я думала Она сквозь Хотя Марина Она такая Безэмоциональная Что такое ощущение Как будто Она мимо ушей Это просто пропустила Ну подумаешь Мама Глупость сморозила Типа Это что это Моя девочка Достойная Только самых лучших Мужчин Такого секса Как с Мариной Типа Мужчины Не увидят Никогда Только как с Мариной У моей дочки Говорит Струйный оргазм Я такая Еще про себя Что-что Простите Я думала Мне послышалось Вы понимаете Это налогном месте На всю страну Мама Как она думает Похвалила Своё дитя Просто Возвысила Над всеми Моей Мариночки Струйный оргазм Что И все И все Как бы И все А мне слово дают Я сказать даже Ничего не могу Вот просто От слова Ничего Я хлопаю Глазами 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 Подождите 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 Я точно Там Где я Ну И вот И все Вы представляете Да Да с Чуевым Вот с Чуевым Да Привет С Кыргызстана Да Здрасте Здрасте Вот Вы знаете Если бы Я боюсь Даже представить Такую ситуацию Если бы Было так Что Марине 18 А мама Была бы Вот как Это Господи Мама вот этой Вот Глебовской Девочки То они бы Тоже пришли Вместе На проект Вот было бы Веселье Потому что Мама бы Сто процентов Отчпокала бы По полмужской Спальне Ну Может глазами Только как бы Но во всяком случае Были бы такие Там Перформансы Ой Если сейчас То в ее возрасте Она отчебучивает Трусами машет Камеру И кидает Че уж тут Лип давай на дом Давай Нет 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 Маринку нужно Маринке нужен Папик старый Не знаю Нет звука В смысле Нет звука Нет звука А с чего Она взяла Что это Показатель Качественного Секса Я не знаю Что у нее В голове Я вообще не понимаю Женщин Которые кричат О том Что Как бы Они богиня В постели Да иди-ка ты В сраку Богиня Ты что Прикалываешься Что ли Ну как бы Что за бред Что бы ты там Не делала На какие бы ты Шпагаты Не садилась Да Как бы Глубоко Ты не заглатывала Простите Извините Мужчине Абсолютно Не это Даже Надо И не это Важно Даже Я говорю Запах Тела Прикосновения Поцелуи Вот Ну Взгляд Это все Вместе В совокупности А если ты Как Извините Оля Рапунцель Моя киска Вот это Вот в разные Стороны Рогатку Ну Я думаю 99% Мужиков Отпрыгнули И сказали Ты что делаешь Успокойся Куда ты Вот это Распирожило Здесь Посмотрите Меня Моя киска И вот Это Вот Это Все Расширепило И она Думает Что это Сексуально Вы понимаете И она Думает Что она Багиня И умирает Смехом Как Как Женщина Должна Заниматься Любовью Как ты Думаешь Я не знаю Я в этот момент Вообще Голову Отключаю Я не думаю В момент Интима Уж точно Меньше всего Я про себя Думаю Как Как Мне Покрасивее Лечь И как Мне там Вот это Вот Все Не знаю Ну а по-другому Это никак Не назвать Привет Из Питера Приезжай в гости Благодарю За приглашение Почему Бузова 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 Не везет Нифига себе Бедная Несчастная Бузова Несчастная Невезучая С женщином Давайте все Дружно Ее пожалеем Ну прям Вот не жизнь А невезуха Какая-то Ну вы чего Ребят Я не знаю Не везет У вас много расставаний В жизни было Предательств Я думаю Достаточно Но однако Вы не можете Сесть в частный самолет И улететь куда-нибудь На острова Чтобы погрустить И чтобы печали Развеялись Ой Если б так Я бы вообще Расставалась бы Каждую неделю С кем-нибудь Самая невезучая В России Привет Из Пятигорска Здравствуйте В голос просто Я думала Я не услышал Как любешь ее Ждешь Как всегда Позитивчика Локация поменялась Да Привет Казахстана Мужчину Мужчину Ничем не удержишь Согласна С Бишкека Приветик Привет Привет С Кыргызстана Привет Привет Это точно Женский стендап Конечно С Ростова Великий привет Привет вам тоже Расскажите Расскажите Сидишь на Сайте знакомств Да У меня есть Анкета На сайте знакомств И Вот буквально Вчера Я познакомилась С Мужчиной Там Ну так Он вообще В Германии живет Пока общаемся Вроде Ну По общению Очень приятно Не знаю Либерж К вам К вам требуются Медики Медики В салон Нет Ну как бы У нас у всех Медицинское образование У нас главное Примазалось У сотрудников Так Захочет уйти Уйдет Да Мужиков Дети Ой Дети вообще Не должны быть Точно уж Неким Стим Ну как бы Удерживающим Моментом В плане отношений Какой сайт Посоветуешь Не-не-не Я не буду тут рекламировать Сайты знакомств Почему не Делаешь яркий Маникюр А я не люблю Честно Так вот аккуратненько Знаете Это мои ногти Как бы Вот они отросли Вот так вот Сейчас жду Своего Своего мастера По маникюру Он сделает Может быть Действительно яркенькое Что-нибудь Я не люблю Просто ну как-то Мне так спокойнее Ну как-то аккуратнее У меня видите Очень много украшений На руках обычно Браслеты Еще что-то Еще что-то А если еще и Ногти будут Яркие Ну понимаете Да Если я надеваю Еще на этот палец На этот палец Если я еще Двойное кольцо Надену На мизинцы Колечки Как бы Ну это переборчик А что такого Знать сайт Ну ребят Зачем Это и так красотка Благодарю Почему мой вопрос Проигнорировала Про Передачу Мужской Женской А что там Никогда не думала Что на сайте Знакомств Можно найти Нормального мужчину Мужа Нашла Именно там Девочки Я тоже Я была не сторонница Всегда Общения В интернете Тем более Учитывая Да Например Людей у кого Достаточно Раскачанные Соцсети Или которых Показывали по телевизору Вообще проблематично Я всегда так думаю Вот Казалось Что очень большое Количество мужчин Знакомятся На сайте Знакомств Не потому что Они какие-то Извращенцы Или еще что-то У них там Отклонения Какие-то Да Есть и такие Не спорю Да А просто Зачастую Из-за того Что у них Нет времени На Знакомство Где-то Вне работы Понимаете О чем я говорю Большинство Мужчин Очень Очень Усердно Работают Потому что Для мужчины Действительно Амбициозного Мужчина Работа Как не крутите На первом месте На первом месте Пока он Не Достигнет Хороших Результатов Которые Его вполне Не будут Устраивать Он Как бы Не сможет Начать Общение С Девушками Вот это У меня Во всяком Случа Так Из знакомых Да Как бы На сайтах Регистрируются Зачастую Либо Альфонсы Которые Ищут Там Меня всегда Поражало У них в анкете Они указывают Например Парень 35 лет Парень 35 лет Мужчина 35 лет Познакомлюсь С девушкой Ну вот Хоть Убейте Я Никогда Не поверю То что Парень Который Ходит Барбершоп Который Следит За маникюром Который Пытается Стильно Одеваться Он Хочет Возле Себя Видеть Не 25 лет Девчонку Или 30 Хотя бы Летнюю Девушку Да А Хочет Видеть Там 55 Летнюю Женщину Вот Как бы Такие Анкеты Сразу же До свидания Вот Ну Мне Не Не Верится Потом Есть Очень Много Извращенцев Извращенцы Которые Там Вплоть До того Что Я Вот Вчера Наткнулась На анкету Надпись Ищу Для Двухразовых Встреч В неделю Любовницу Буду Оплачивать Интим Отношения Но Серьезных Отношений Не будет Жена В роддоме Сейчас Понимаете Да Как бы Вот Жена В роддоме Жена В роддоме А он На сайте Знакомств Вот Это Классно Ищет себе Любовницу А как же Галкин У него Любовь С Пугачевой Да Если только Наоми Кэмпбелл Ох Ну она шикарная Не спорю Да Ну это Редкость Ребята В принципе Да Он Шер Да Сколько Я 65 Уже Если не больше 60-65 Лет Мадонна Ну все Равно Возраст Жен Виден Вы поймите Ну это Как Ну что бы ты С собой Не делал Все равно Это все Видно Все равно Стареть Тем более Для женщины Это же вообще Трагедия И травма Ну вот Ну представьте Ну стареть Нужно как-то Либо вместе Либо он Вот я Другого Не принимаю Вот честно Стареть Нужно так Чтобы Либо мы Вместе Состаримся С тобой Либо ты А я еще Ничего Буду Поэтому Если мужчина Старше Женщины Там на 10 На 15 Лет Ничего страшного Нормально Ничего Ничего А вот если Наоборот Это уже Нет Почему без Настроения Нет С настроения 51 год Наоми Наоми Кэмпбелл 51 год Ну там Там другое Да Какой возраст Рассматриваешь У мужчин Наверное 35 45 лет Вот так вот Можно даже Постарше Очень много Русскоговорящих Тут Ну конечно Утро Без тебя Не утро Милая Добра Счастья тебе Благодарю Так Ну что Привет Красотка Из Кургана Здравствуйте Курган Ну что Давайте заканчивать Потому что Время уже 11 Мне во первых Нужно таблеточку Выпить Мне нужно Позавтракать Мне нужно Сходить в магазин Вымыть голову Кстати Я попыталась Вчера поставить Как-то камеру Мы же договорились Что я в прямом эфире Буду рассказывать Про все средства Которые у меня Для ухода За головой Очень неудобно Тем более Учитывая то Что я буду Мыть голову В тазике Ну сами понимаете Это очень проблематично В прямой эфир Выйти Поэтому Что я сделаю Скорее всего Я помою голову И После выйду В прямой эфир И покажу Все вот эти Баночки Коробочки Со средствами Посмотрим на То Как у меня Волосы Выглядят После них Вот И все Они там С супер эффектами Разглаживания Блеска Там и всего Тому подобное Так что Чуть позже покажу Всех люблю Всех целую Всем хорошего дня Не забывайте Приходить ко мне В студию Лазерной эпиляции Переходить по ссылке В шапке инстаграм На эту студию Дальше Там где указан сайт Переходите тоже По ссылочке Это компания Финника Где у меня уже Прекрасная команда Собрана И Замечательный Колл-центр Так назову Администраторы Которые помогают Вам начать Разбираться В финансовых вложениях Ребятки Я как всегда Советую вам Все то Что на себе Проверила Чем я довольна То чем я горжусь Вот Так что люблю Целую Хорошего дня Позже увидимся Позже 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 Продолжение следует... Продолжение следует...